Дополнение Итак, братья, мы поговорили о дополнениях, поговорили об определениях. Теперь нужно пару слов сказать о таком второстепенном члене предложения, как приложение. Приложение. Приложение по функции своей очень похоже на определение. Это такое определение тире существительное, которое выступает в том же падеже, что и определяемое существительное, или употребляется в форме именительного падежа. Типичные примеры приложений такие. Студенты, французы, французы, они даже, собственно, на письме часто пишутся через дефис. Речь идет о медсестре Тане, в журнале «Новый мир». Определяемое существительное и приложение дают разное обозначение одного и того же предмета. С помощью приложений выражается отношение тождества. На схеме связь между существительным и приложением, определяющим его, обозначается обоюдоострой стрелкой. Студенты, французы. Стрелочка будет вот такая. Приложение о медсестре Тане и так далее. Приложение может быть распространенным, то есть состоять из многих слов. Например, на террасе я увидел Николая, соседа по квартире. Ну, оставим обстоятельства, мы его еще не проходили. Я увидел, кого? Винительный падеж без предлога. Николая. И тут приложение соседа. Николай, он сосед. Это одно и то же лицо. Ну, а какой он сосед? Он сосед по квартире. Это уже несогласованное определение. Мы его пишем вниз. Я увидел Николая, обоюдоострая стрелочка, соседа по квартире. Вот, собственно, и все. Приложение это очень просто. Общая особенность следующего второстепенного члена предложения это некая смысловая самостоятельность. Речь идет, конечно же, об обстоятельствах. Итак, обстоятельства. Что такое обстоятельства? Это слова, которые отвечают на неподежные вопросы. Вы все знаете наши падежи. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Именительный кто что, родительный кого чего, дательный кому чему, винительный кого что, творительный кем чем, предложенный о ком о чем, на ком на чем. Так вот, все остальные вопросы неподежные. И если слово отвечает на неподежный вопрос, тогда это обстоятельства. Обстоятельства отвечают на вопросы где, куда, откуда, как, зачем, почему и так далее. Опять же, из школьного курса вы должны помнить, что бывают обстоятельства места, отвечающие на вопрос где. Обстоятельства, выражающие направление движения, куда и откуда, это тоже обстоятельства места. Бывают обстоятельства времени, отвечают на вопрос, когда, как долго, сколько времени, за какой срок, на какой срок. Обстоятельства причины, которые раскрывают причину явления, от холода, с досады, из любопытства, поэтому, потому, почему, от чего, почему-то, выбившись из сил, и так далее. Обстоятельства цели для продажи, за хлебом, ради матери, в целях экономии, во славу искусства, чтобы посмотреть, зачем, зачем-то, загораживаясь от ветра, даже, может быть, целым депричастным оборотом выражено обстоятельство. Бывают обстоятельства условия при попытке к бегству, в случае непогоды, без разрешения, не зная брода. Обстоятельства уступки, несмотря на болезнь, при всем желании, вопреки обычаям, независимо от обстоятельств, невзирая на лица, против обыкновения. И, конечно, депричастие, бездействуя и так далее. Ну и, конечно, самые распространенные от обстоятельства образа действия. Они подчинены, как правило, глаголу и выражают качественную характеристику действия хорошо, быстро, дружно, с удовольствием или способ осуществления действия вдвоем, вместе, по очереди, по договору, вышвнув кончик языка и так далее. Ну и, кроме того, еще бывает обстоятельства степени. Обозначают степень проявления признака. Могут подчиняться прилагательным наречиям, глаголам очень, очень быстро, очень красиво и очень, надеюсь, слишком, немного, чрезмерно, совсем, до потолка, по колено, три раза, старше на пять лет и так далее. Все это обстоятельства. Но все эти виды обстоятельств вам различать не обязательно. Собственно говоря, вы это выучите и чисто по логике разберетесь. Все обстоятельства, без исключений, помещаются на выносную линию под то слово, к которому они относятся. Мы работали хорошо. Обстоятельства, образы действия и так далее. Любое обстоятельство можно будет выносить на линию под слово, которое, собственно, относится к обстоятельствам. Вот такое простое правило. Я хочу привести вам несколько примеров предложений, в которых могут встретиться и дополнения, и определения, и приложения, и обстоятельства. Пока это еще не задание, но, тем не менее, можете пытаться останавливать меня. Это очень удобно делать, нажав на кнопочку паузы, и можете пытаться самостоятельно разобрать те или иные предложения. Четыре предложения, буквально, в качестве коротких примеров. «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы». Подлежащие здесь. «Онегин». Но он же «приятель». Поэтому здесь у нас приложение. «Онегин, приятель». Подлежащие кончилось. «Онегин, добрый». Но приятель какой? «Добрый». Это согласованное определение. Это у нас приложение. Какой еще приятель? «Мой». Обратите внимание, доселе этого у вас не встречалось. Если у вас два определения, то вот эту вертикальную черту вы просто продолжаете. Ошибка будет рисовать еще одну. Вот так нельзя. Просто продолжаете вертикальную черту и дальше горизонтальную выноску. «Добрый мой». Дальше у нас сказуемое. «Родился». Простое глагольное сказуемое. «А где же он родился?» Вот это уже будет обстоятельство «место». Отвечает на вопрос «где». «Родился на брегах». «А на каких брегах?» Это обстоятельство «место». «Брега не вы». Слово «не вы» здесь выполняет функцию несогласованного определения. Итак, вот мы разобрали это предложение. «Онегин, приятель, добрый и мой, два его качества, родился где?» «На брегах». «На каких брегах?» «Брега не вы». Ну и из Библии несколько текстов, упрощенных мною. «Все множество народа молилось вне во время кождения». Множество народа. Количественное именное сочетание. «Поэтому это подлежащее». «Сказуемое молилось». «Простое глагольное сказуемое». «Молилось где?» «Вне». «Вне». «Это у нас обстоятельства». «Обстоятельство места». «И молилось когда?» «Во время». «Обстоятельства времени». «И время какое?» «Время», «Кождение». «Несогласованное определение». «Обратите внимание». «Время кождения». «Время кождения», в принципе, представляет собой довольно-таки цельное выражение, поэтому можно на схеме и не дробить так подробно. Если вы напишите молилась вне, а вот здесь во время кождения, это не будет ошибкой. Но мы проявим такую филологическую дотошность и напишем, что это несогласованное определение. А у нас есть еще слово все. Множество народа в какой степени? Все. Какое множество? Все. Согласованное определение. Ангел сказал ей в ответ. Подлежащее. Ангел. Сказуемое. Сказал. Сказал. Ну, для чего? Каким образом? В ответ. Это обстоятельство. Сказал кому? Ей. Дательный подеж без предлога. Поэтому косая черта. Косвенное дополнение, но на основной линии. Ну, и, наконец, еще одно предложение. Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну. Мария подлежащая пошла. Подлежащая здесь Мария. Не Мария с поспешностью. У Марии не было у подруги, которую звали поспешность. Поэтому Мария подлежащая пошла. А вот как она пошла? Каким образом? С поспешностью. Обстоятельства, образа, действия. Пошла куда? В страну. Обстоятельства, место. А страну какую? Нагорную. Согласованное определение. Как видите, все просто. Ничего сложного в этом процессе нет. Заканчивая изучение второстепенных членов предложения, прежде чем мы перейдем к тренировке, нужно сказать еще несколько слов о детерминантах. Давайте мы сотрем вот это вот. Итак, детерминанты. Не путайте, пожалуйста, это слово с философским и математическим терминами. Это множественное число, а в единственном числе это будет слово мужского рода. Детерминант. Не детерминанта. Итак, детерминанты. Что это такое? Это такие второстепенные члены предложения, которые относятся к содержанию всего предложения, либо к какой-то группе его членов. В роли детерминантов обычно выступают обстоятельства, а также некоторые дополнения, обозначающие лицо, к которому как-либо относятся выражаемые в предложении ситуации. Типа «у него», «для нас» и так далее. Мы вводим новое понятие на схему, братья мои. Будьте внимательны. До сей поры мы просто с вами рисовали основную линию и рисовали линию вертикальную, отделяющую подлежащую отсказуемому. Теперь мы вводим понятие крайней левой пунктирной линии. Дело в том, что когда вы будете рисовать синтаксическую схему библейского текста, у вас предложений будет много. И вот эта пунктирная линия будет означать близость к главной мысли. Все, что будет более второстепенное, все будет смещаться правее от этой пунктирной линии. А каждое новое предложение будет касаться вот этой основной пунктирной линии. Так вот, что касается детерминантов, то они, поскольку относятся либо ко всему предложению, либо к какой-то группе его членов, тогда детерминант выносится за эту пунктирную линию. Например, у них есть машина. Машина есть у них. Именно так будут обозначаться детерминанты. Детерминант у них относится и к слову машина, и к глаголу есть. Это машина у них, и она есть у них. Поэтому основную линию мы выносим за вертикальный пунктир, и выносную линию рисуем вот таким образом. Не забудьте здесь вертикальную линию, отделяющую предлог. На самом деле, о детерминантах можно спорить, их можно не заметить. Это будет не очень принципиальный вопрос. Однако иногда детерминанты будут вам явственно видны. Поэтому, пожалуйста, их обозначайте правильным образом. Итак, братья мои, мы с вами прошли все второстепенные члены предложения. Нам настало время потренироваться и выполнить самостоятельную работу. Вы можете отдохнуть, еще раз просмотреть весь этот учебный материал, прежде чем приступить к практическому заданию. Я думаю, что все у вас получится. Не огорчайтесь, даже если все не получается сразу. Со временем вы набьете руку и будете видеть все члены предложения уже, что называется, на автомате. Не расстраивайтесь, будьте терпеливы, помните, что Господь вознаградит ваше усердие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok